Дневной разворот В нашем сайте в нашей группе ВКонтакте тоже привязан к теме выборов отчасти, но мы будем говорить про рейтинговые голосования за участки для благоустройства с представителями территориальных управлений по районам города. С главами. Мы надеемся, что с главами. С главами, да. В любом случае, все касается 18 марта. Мы будем делать выбор, да еще и не один. Значит, в первом части мы говорим о контроле за выборами президента. 18 марта еще раз воскресенье. Каждый, кто имеет паспорт... И 18 лет в запасе. Может прийти на избирательный участок, поучаствовать в голосовании и мало того, что поучаствовать в голосовании, еще и сообщить, если он видит какие-то подозрительные вещи. И, насколько я понимаю, и таким образом стать наблюдателем, не зарегистрировавшимся еще. Но прежде мы хотим рассказать о процедуре, которая была запущена в начале этого года. Это создание пул общественных наблюдателей. Впервые это было поручено Общественной палате Кировской области. Александр Александрович Галицких, секретарь Общественной палаты Кировской области, который сейчас находится на студии. Добрый день, Александр Александрович. Добрый день, Светлана. Добрый день, Анна. Уже рассказывал нам о том, что будет предприниматься для формирования такого пулы. И вот мы видим сообщение на сайте Общественной палаты Кировской области, что вчера, 14 марта и сегодня, 15 марта, проходит обучение общественных наблюдателей. Это так? Да, конечно. Пять потоков. Вчера было три, сегодня еще два будут. Вчера инструктажи обучающие проходили на базе МГЮА. И это в основном... Московская государственная юридическая академия. Государственная юридическая академия, да. И это в основном два потока. Это были студенты МГЮА, которые заявились общественные наблюдатели. А в 17 часов был поток. Это были представители ряда других общественных организаций, в частности, Союза машиностроителей. Я очень боялся, кстати, перед 17 часами. Думаю, интересно, люди после смены, рабочие, так сказать, придут. И полный зал был. И вопросов много очень задавали, интересовались очень многим. То есть, со всей серьезностью к этому относятся. Сегодня у нас на базе Вятского государственного университета проходит два. Вот в 11 час первый поток начался. И в 13 будет еще один поток. Это не только студенты, юристы ВятГУ, которые заявились в наблюдатели. Но это еще ряд наблюдателей других общественных организаций, которые здесь, в городе Кирове, будут вести наблюдение. Ну, мы видим, что, судя по тому, что Вы рассказали, большинство из заявившихся – это все-таки студенты. Какого рода студенческие организации в этом участвуют? Во-первых, я хочу сказать, что всю работу мы организовали следующим образом. Первое, что заключили, это, конечно, соглашение с областной избирательной комиссией о взаимодействии. А дальше, в течение февраля месяца, и даже в самом начале марта, мы заключали соглашение с теми общественными организациями, которые готовы были провести вот этот набор общественных наблюдателей. 21 соглашение. 21 соглашение. 21 соглашение. Они разные очень. Есть крупные общественные организации, скажем, Совет ветеранов, областной наш союз женщин, Ассоциация муниципальных образований Кировской области. Есть организации малочисленные, понятно, что они разное количество наблюдателей смогли набрать нам, но вот эти списки поступали в общественную палату, они заверены подписью руководителя общественной организации, печатью, и мы их все вносили в единый этих реестр наблюдателей. Должен вам сказать, что, понятно, мы ставили задачу, чтобы хотя бы один наблюдатель от общественной палаты Кировской области был на каждом избирательном участке, а у нас их, если мне память не изменяет, 1176. Ну, могу вам сказать, что на сегодняшний день у нас свыше полутора тысяч общественных наблюдателей. Это вместе с членами общественной палаты или только те организации, которые... Не-не-не, это только общественные наблюдатели, и, значит, мы таким образом распределили их по участкам, они же сами заявлялись, на какой участок хотят, и, понятно, получалось, что где-то пусто, где-то густо, приходилось советоваться с людьми, говорить, не пойдете ли вы на тот участок, прочее. То есть работы было очень много, вот сейчас, особенно в марте. И хочу вам сказать, что два вида общественных наблюдателей будут на целом ряде участков. На каждом участке, я очень надеюсь, что так это и будет, будет наблюдатель от общественной палаты Кировской области. Так. И еще на ряде участков будет наблюдатель от общественной палаты Российской Федерации. Направление наблюдателям от Кировской области подписывал я, как секретарь нашей общественной палаты. Направление от ОПРФ подписывал Андрей Леонидович Усенко. Где-то от ОПРФ примерно 200 наблюдателей. Но это тоже кировские общественники. Да, это наши кировские ребята, которые заявились, общественники, да. Это плюсом к полутора тысячам, которые... Нет, это все вместе, вот я называю, да. И где-то, ну, чаще всего, конечно, один наблюдатель от Кировской области. Где-то есть два наблюдателя, скажем. Но это не означает, что два могут одновременно находиться на избирательном участке ни в коем случае. И мы договариваемся с ними, что они просто полдня другой меняют друг друга. А это, на самом деле, очень нелегкая история. Общественные наблюдатели, которые приходили к нам сразу после ночи, последующие за выборным днем, рассказывали, что это очень тяжело на самом деле. Невозможно целый день находиться. Ну, это физически тяжело. Светлана Владимировна, к вам приходили не общественные наблюдатели. К вам приходили наблюдатели от партий и от кандидатов. Потому что общественные – это впервые. Вот я вчера, когда встречался с нашими общественными наблюдателями и выступал перед ними, то мне пришла такая аналогия в голову. Я говорю, ребята, у нас с вами время первых. Вот мы первые являемся общественными наблюдателями. Впервые это происходит, общественное наблюдение. Вы же понимаете, что когда наблюдатели от партий или от кандидата, там во время наблюдения каждый тянет одеяло на себя. А вот это, на самом деле, независимые, хотелось бы верить, это кандидаты, кандидаты от гражданского общества. И у них совершенно особая задача – вот так объективно наблюдать за ходом выборов. Мы договорились, что о любых нарушениях они сразу моментально сообщают на соответствующий сайт, общественные палаты наши, на горячую линию, в область Бирком. Мы это сразу контролируем, что происходит. То есть посмотрим, конечно, как отработаем. Те, кто в Кирове здесь, понятно, мы это очное обучение организовали. Для тех, кто в районах области, там обучение дистанционное идёт. И обучение, условно говоря, мы выделили в каждом районе бригадира такого, который отвечает за этих общественных наблюдателей. Куратора, получается. Куратора, да. И он с ними проводит эту учёбу. Дальше хочу сказать, что кроме направления, каждый общественный наблюдатель получил такую двухстороннюю формата А4 распечатку. Это продукт Общественной палаты Российской Федерации. Это золотой стандарт наблюдателя. Если сначала, там тоже, я так понимаю, ВПРов долго думали, чем снабдить наблюдателя. И сначала разработали инструкцию на 24 страницах. Мы когда её получили, пришли в ужас, так сказать, кто будет её читать из наблюдателей. Но потом, так сказать, здравый смысл восторжествовал. И вот это двустороннее. Причём, вчера студенты меня очень хорошо поняли, когда получили это. В принципе, так как в ЕГЭ, вопрос и два-три варианта ответа. И ты должен, и вот всё от начала до открытия ещё избирательного участка и до момента подсчёта голосов и подписания членами избирательной комиссии протокола, вот все моменты, на которые надо обратить внимание, там есть. То есть, понятно, это из практики всё, так сказать, учтены те нарушения, которые когда-то бывали. То есть, на что обратить внимание наблюдателю? Понятно, что, поскольку это впервые, понятно, что абсолютное большинство этих наблюдателей никогда этой работой не занимались. Я думаю, что будет очень непросто им. Но я благодарен этим людям, которые согласились совершенно добровольно, совершенно бесплатно быть общественными наблюдателями от Палаты Кировской области на выборах президента России. Если говорить о соотношении всё-таки, сколько в городе и сколько в области наблюдателей? Вот можем примерно процентное соотношение сказать из этих полтора тысяч? Да, примерно скажу так, что около тысячи – это область, и 500 – это Киров. Сейчас прийдёмся на полминуты и продолжим разговор о наблюдении на выборах 18 марта с нашим гостем Александром Александровичем Галецким, секретарём общественной палаты Кировской области. Ну и открываем прямую линию 211-101. Можно звонить? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Продолжаем разговор о том, как будет организовано общественное наблюдение на выборах 2018. Мы говорим сейчас в данный момент о выборах президента, а во втором части будем говорить о выборах программ по благоустройству в этом году. Итак, мы выяснили, что более полутора тысяч жителей Кировской области извели желание стать общественными наблюдателями. Вчера и сегодня идут очные и заочные обучающие семинары в Кирове, в Кировской области. Прямо сейчас идёт один из обучающих семинаров в ВЯТГУ, буквально рядом с нами, здесь на Театральной площади. Нет, не здесь на Театральной площади, он идёт на Красноармейской, в Голубом здании. А, в Голубом здании, на Красноармейской. В Гуманитарном. Отлично. И Александр Александрович Галецкий, которого вы сейчас слышали, секретарь общественной палаты Кировской области, рассказывает нам, как будет организован процесс. Итак, что касается наблюдателей. Те, кто уже прошёл обучение, они получают, как вы уже сказали, направление общественного наблюдателя и золотой стандарт, так называемый, алгоритм деятельности наблюдателя в участковой избирательной комиссии. Для очень многих, для большинства, я так думаю, эта практика впервые. Ну и напоминаем, что она вообще впервые в Российской Федерации, когда именно пол общественных наблюдателей формируется через общественные палаты. Я бы хотела у вас ещё узнать, Александр Александрович, всё-таки как проходил отбор этих общественных наблюдателей? Каждый заявившийся мог там поучаствовать? Я думаю, что не каждый заявившийся. Отбор проводила та общественная организация, которая предоставляла нам списки. Вы помните, что поначалу, на самом деле, дело-то новое, впервые всё это. Каждый пытался идти своим путём. И вот мы где-то ещё в конце декабря, так сказать, придумали у себя в общественной палате, на той рабочей группе по осуществлению избирательных прав граждан, которая у нас существует с августа прошлого года, что мы, так сказать, на сайте сделаем открытую, так сказать, открытую регистрацию всех желающих. Но потом, когда стали смотреть практику других регионов, по-разному очень регионы начали идти. А потом уже общественная палата Российской Федерации дала рекомендацию, и я с ней согласился. Тут у нас некий заочный спор вышел с членом общественной палаты Олегом Юрьевичем Ткачёвым, которому очень нравилось вот это вот просто заявительное отношение. Демократическая процедура очень, да, и свободная. Ну, она, конечно, очень демократическая. Нам показалось, что что в этом такого. Но потом мы поняли риски, которые здесь существуют. Вы представляете, вот так полторы тысячи. Мы из них, может быть, пять человек, десять знаем. Но даже если сто. Ну, даже если сто. Остальные, кто это такие люди? А кто вообще ответственность за них несёт? Мотивы, по которым они решили пойти в наблюдатель. И поэтому мы приняли рекомендацию ОПРФ, и все регионы, я знаю, что в итоге к этому пришли, хотя тоже по-разному начинали, что вот общественная организация, с которой соглашение, она и несёт ответственность за этих общественных наблюдателей. То есть, по большому счёту, да, мы получили списки, да, там люди указаны уже в какие они избирательные участки, да, я говорил, что приходилось некоторым звонить и говорить, давайте другой идите, этот участок уже занят, как бы всё. Там есть персональные данные, поэтому каждый наблюдатель написал заявление, и в этом заявлении есть раздел, что он разрешает использование своих персональных данных в наших только списках. Поэтому мы эти списки никому не передаём никуда. Там есть телефоны этих общественных наблюдателей. Я должен сказать, что понятно, что 18 марта и мы, члены общественной палаты Кировской области, и члены ОПРФ будут звонить на выборку по этим телефонам, и некий контроль осуществлять за общественным наблюдением. Я собираюсь здесь, по крайней мере, в Кирове и, может быть, около Кирова, проехать целый ряд избирательных участков, посмотреть, как работают наши общественные наблюдатели. Потому что ведь потом всё равно это будем анализировать, смотреть. И я так понимаю, что если опыт будет признан в масштабах страны удачным, то есть идеи такие ОПРФ, что будут внесения изменений не только в законы выборах президента Российской Федерации, но и в другие наши выборные законы. Не может быть, это станет постоянной практикой, что на каждых выборах будут независимые наблюдатели от гражданского общества. Вот я читаю материалы наших коллег, и надо сказать, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который является членом общественной палаты города Москвы и возглавляет как раз комиссию по развитию гражданского общества, он говорит, что на первом этапе тоже столкнулись с некоторыми проблемами. В частности, когда начали, при первой попытке начать формировать корпус общественных наблюдателей, услышали, а платить будете? Нет, а партии платят. У нас было такое? Конечно, вопросы эти задавали. И я думаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов, конечно, столкнулся тоже не только с этими проблемами, сейчас есть ряд других проблем, с которыми столкнулись мы. Но мы как бы сказали, вот общественной организацией, если ты находишь какую-то компенсацию, скажем, проезда или питание своим наблюдателям, ради бога, это твое дело, спасибо тебе за это. Но мы, общественная палата, не платим ни рубля и ни копейки ни одному общественному наблюдателю. И всех сразу мы предупреждаем об этом. Ребята, это бесплатная работа. И работа, конечно, очень непростая. Это же надо с 7 утра. И в лучшем случае до 10 вечера, а то и позднее, находиться на избирательном участке хорошо. Если двое, скажем, сменили друг друга, а если это один. Потом мы считаем работу завершенной, об этом говорим на вот этих обучающих семинарах. Протокол итогов выборов на избирательном участке подписан всеми членами избирательной комиссии. Копию этого протокола получает и наш общественный наблюдатель. А дальше он должен сфотографировать этот протокол, ну для быстроты, и отправить нам. Вот тогда считается, все, он работу свою завершил. А вот теперь, Светлана и Аня, представьте себе дальние сельские районы Кировской области. Как он перешлет? Во-первых, на что он сфотографирует? Да. У некоторых не смартфоны, скажем. Как он это перешлет, мы знаем, что и связь у нас не везде сотовая есть. Не говоря уже там, в интернете устойчивом, так сказать, прочее. Поэтому мы вот, честно говоря, опасаемся за этот момент финальный. Да, мы инструктируем всех, да, мы просим обязательно это сделать. Я думаю, если кто-то из общественных наблюдателей меня сегодня слышит, хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание. Вот что является итогом, так сказать, вашей работы. Потому что мы все эти протоколы будем забивать в соответствующий информационный ресурс тоже. Хотелось бы, чтобы как бы найдены были в районах вот эти способы, чтобы наблюдатели могли нам послать копии этих протоколов. Потому что если ждать, пока привезут их из Вятских полян, или из Лузы там, ну, день-то, сутки-то пройдут точно. А продиктовать он может по телефону? Нет, только документ. Заверенная комиссия. Да, только с подписями всех членов комиссии. Вот итоговый протокол, он получает его копию, он ее фиксирует, так сказать, и отсылает. Ну, я так понимаю, что какое-то время все-таки дается, да? Ведь и на следующий день еще результаты приходят. И какая-то возможность все-таки подвести итог будет. Еще раз напоминаем, что это первый опыт такой общественного наблюдения. И такая обкатка механизма происходит. Кстати говоря, снова ссылаясь на московский опыт, в Москве было принято положение наблюдателях, общественных наблюдателей, общественной палаты города Москвы. У нас вы это назвали золотым стандартом. Это пока что не какое-то положение действующее наше городе. Нет, положение есть. У ПРФ, так сказать, дало положение, рекомендации. Мы не стали ничего своего принимать здесь. Потому что, на самом деле, посмотрим, обкатка. Вот опыт дальше покажет, куда двигаться, что менять в этом деле, что, может быть, добавить надо, от чего-то отказаться здесь. У меня такой вопрос все-таки. Я спрашивала о соотношении в области и в городе. Сейчас спрашиваю о соотношении по возрасту все-таки людей. И вот мужчины, женщины, кто чаще. Или вы не ссорили. Судя по тому, что три, как минимум, потока – это студенты. Да, это понятно. Мы уже понимаем, что молодые люди. В Кирове большинство наблюдателей будут молодые люди. Большинство, но не все. В области это люди очень разных возрастов. И среди них много не очень молодых людей, скажу так это скромно. И я знаю, что среди них есть, как мне докладывали, те, кто когда-то на каких-то выборах был наблюдателями, вот там от партии, опыт какой-то имеют. Но таких не так много, к сожалению. Лучше бы опытных было побольше людей. Ну, я про опытных-то как раз и скажу, что опытные, они работают за деньги. У них и отношения, собственно, пока что такое. Ну и надо сказать про студентов. Это будет очень интересно посмотреть, какая же у них будет реакция после того, как они поучаствуют в этом процессе. Потому что надо сказать, что молодежь, мы знаем по статистике, не очень активная выборная аудитория. Они сами не так часто ходят на выборы. А здесь они принимают на себя другую совершенно роль, большую еще ответственность. Потому что кроме того, что сам человек проголосует, молодой человек, студент, он еще и будет наблюдать за тем, как это происходит. И будет глубже гораздо в процессе. Такая история важная. Двое мне задавали вопрос студентов как раз. Слушайте, говорит, вот если я буду на избирательном участке наблюдателем от и до, я-то когда смогу проголосовать? Да, вот это тоже вопрос. Я говорю, ну, самый умный сделал так. Он записался на тот участок, где он голосует. Ну, открепился у себя и прикрепился там. Да, так сказать, нормально. Если он сообразил это сделать. Ну, если не сообразил, ну, что делать? Ну, выйдешь с этого избирательного участка, съездишь на свой, проголосуешь, вернешься. Что-то, так сказать, в конечном итоге общественные наблюдатели не привязаны, так сказать, гвоздями не прибить там к тому участку, где он ведет общественное наблюдение. Это же не обязанность, собственно говоря. По большому счету это добрая воля, взятые на себя обязательства человека. Еще хотел сказать о чем-то по поводу студентов. Почему среди них много студентов, как раз юристов будущих. Я это очень хорошо понимаю. Это требование было какое-то или они сами выбирали? Нет, это сами выбирали. И для них это некая юридическая практика. Живая совершенно реальная юридическая практика. Безусловно, это так. И поэтому я и говорю, что мы точно сделаем они еще отдельный эфир после того, как все пройдет, именно конкретно с представителями общественных объединений, с вузами, со студентами, которые расскажут о своем Все правильно, конечно. И это будет очень интересно. Надо услышать живой опыт людей вот этих наблюдателей. Мне это тоже очень интересно, как они это оценят все. Я правильно понимаю, что пока общественная палата не мониторила, и сами наблюдатели тоже не мониторили, кто на конкретный участок пойдет еще. Но вот это к вопросу о том, можно ли отлучиться с участка. Мы знаем, что работает ведь несколько наблюдателей на участке, не только общественные, наблюдатели от партии, от следствия массовой информации. Начали историю участка. Они могут ведь, наверное, между собой познакомиться. Александр Александрович рассказал, что, скорее всего, и лучший вариант, когда на участке два общественных наблюдателя, член общественной палаты Кировской области и общественных, да. Ну, мы уже понимаем, что они каким-то образом могут друг друга менять. А вот насчет наблюдателей от партии, и что у нас с наблюдателями от СМИ, мы, наверное, пока сказать не можем. Ну, за это я не буду говорить, спрашиваю тех, кто за это отвечает. Да, да, это надо будет спросить обязательно, как это все будет происходить. Ну, конечно же, СМИ будет активно тоже в этот день освещать, как работают избирательные участки. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаем, что говорим о том, как будет осуществляться общественное наблюдение в день выборов 18 марта. Идет обучение общественных наблюдателей, которые будут 18 марта присутствовать на участках, на избирательных участках Кировской области. Счера и сегодня прошли очные и заочные семинары для более чем полутора тысяч жителей Кировской области, все-таки, да, не города Киров, а Кировской области. И прямо сейчас идет обучение в ВИАДГУ очередного потока. Надо сказать, что каждый человек, который проходит на обучение и который собирается стать и станет общественным наблюдателем, получает специальное направление общественного наблюдателя. И это направление можно посмотреть на сайте общественной палаты Кировской области. Там, кстати, выложены все абсолютно формы, которые человек заполняет, заявления, подтверждения того, что вы направлены определенным общественным объединением, документы от этой организации, сведения о кандидате. Очень подробные вот такие вещи. Ну и плюс правило, которое установила Общественная палата Российской Федерации для общественных наблюдателей. Такой короткий свод, в общем-то, на который нужно ориентироваться общественным наблюдателям, участвующим в процессе. Но и мы тут как раз в перерыве обсуждали, что, как и московские наши коллеги, беспокоились о том, смогут ли закрыть все участки. Мы тоже об этом беспокоились. И поскольку это не обязанность общественным наблюдателям, а добрая воля, то никто не гарантирует, что на каком-то участке вдруг общественный наблюдатель не выйдет. Вот из тех, кто сейчас получает даже вот эти удостоверения. Да, Александр Алексеевич? Конечно, Светлана, я тоже это понимаю. Жизнь и жизнь, во-первых, может заболеть общественный наблюдатель. Во-вторых, у человека может смениться настроение, сказать, да, ну вы все тут, не поедаю. Ну, это может быть, может быть. Не хотелось бы, конечно, чтобы это было. И вроде как бы люди добровольно все-таки взяли на себя эту обязанность. Но я на полшага назад хотел вернуться. Стоп, о чем же вы тут хорошим говорили? А, спасибо вам за то, что вы сказали, что на сайте общественной палаты опубликовано все. Уж если мы говорим, что общественные наблюдатели, институт общественных наблюдателей для того создан, чтобы выборы еще более прозрачными были, чтобы четко все соответствовало избирательному законодательству, чтобы более легитимными были результаты этих выборов, то мы у себя сразу сказали, что мы все документы, которые касаются общественного наблюдения, будем выкладывать в открытый доступ на сайте общественной палаты. И обратить внимание, Светлана, еще обо всех подписанных соглашениях с малюсенькой организацией, с огромной общественной организацией. Мы везде каждый раз давали информацию с фотофиксацией, соответственно, о подписании этого соглашения. Потому что это один из принципов работы. А список вот этих 21 общественной организаций, он где-то есть? А смотрите на сайте, они все вот и до. Да, совершенно верно, там все есть. Вот я бы хотела обратить внимание, что общественное наблюдение организует не только общественная палата Кировской области или Российской Федерации. Есть общественные наблюдатели, которые давно в России работают. Мы знаем самую известную такую организацию, я думаю, что та, что на слуху и у кировчан в том числе. Это движение «Голос», которое многие годы, даже десятилетия, работает в России. Но «Голос» как поясняет, почему необходимо общественное наблюдение? Мы пытались просто связаться с представителем. Связаться с Денисом Шадриной, да. «Голос» в Кировской области Денисом Шадриной. Пока не вышел он на связь. И мы не знаем, как «Голос» будет организовать общественное наблюдение в Кирове. Надеюсь, он выйдет, может быть, сегодня или завтра с нами на связь. Мы обязательно на настях напишем. Но «Голос» говорит, что верный способ узнать, как на самом деле в России проходят выборы, почему необходимо общественное наблюдение. Но это и правда. Вот каждому человеку не придешь на выборный участок, ты не узнаешь, как это все происходит. Дальше важно, что не принадлежат ни одной партии, оценивающей эту процедуру. То же самое сейчас в процедуре с общественной палатой. Неважно, кто победит, но важно, чтобы это было честно. Тот же самый принцип, собственно говоря, да. Ну и рассказывать будет в хронике голосования, отчетах и наблюдений. То же самое будет сейчас с общественной палатой. То есть еще с нескольких сторон получаются такие процедуры. Зачем это нужно, спрашивает «Голос» на своем сайте, голосинфо.орг. Пока в России нет слаженной прозрачной избирательной системы, только наблюдение за голосованием помогает отслеживать соблюдение базовых конституционных прав. У нас есть право на честные выборы. Никто не будет с этим спорить. Но мы тут вспомнили, что... Вспомнили сериал «Карточный домик». Вот сейчас Альтерова Александровича. Анна не смотрела этот сериал. Нет, я смотрела, не пыталась. У меня времени не хватает. Но я досмотрела до того момента, и он был очень яркий, когда освещались выборы. И все те же самые нарушения, на которые жаловались в прошлые годы, а они все равно на каждых выборах в стране возникают в большом или более мелком масштабе. Есть и в самой демократичной стране этого мира. И они это показывают замечательно совершенно в этом сериале. Видимо, у меня такое ощущение, что заложено это в человеческой природе, потому что борьба за власть, она и есть борьба за власть. Но это мое частное мнение. Что же касается нарушений, которые происходят на выборах, мы, встречаясь еще после сентябрьских выборов, говорили о том, что в последнее время в Кировской области как раз количество нарушений и жалоб на нарушения. Катастрофическим образом снижается. Да, Сан Саныч? Ну, вы знаете, Слава Владимировна, вы сами члены общественной палаты Кировской области, что на протяжении уже многих выборов у нас работает горячая линия в день выборов, сутки буквально, и сайт, который раньше уже начал работать. И вот я тоже среди тех был, кто дежурил, так сказать, на этой горячей линии на сентябрьских выборах, и должен вам сказать, что очень небольшое количество было обращений. И, ну, в первую половину дня обращения были в основном курьезного плана. Так. Вот скажите, куда мне идти голосовать. Вот, вот, вот. Вот это было тоско. И пришлось нашим членам общественной палаты, Михаилу Валерьевичу, значит, Олегу Юрьевичу Ткачеву, которые сидели за этим сайтом и на горячей линии, вот они выискивали по адресу, это же очень легко найти на сайте избирательной комиссии, куда. Ну, человеку не хочется просто самому заходить. А сейчас будет то же самое? Будет у нас горячая линия? Да, и обязательно об этом хотел я сказать, что горячая линия в общественной палате будет. Смотрите на сайте общественной палаты, и телефон есть, и сайт, на который можно выходить. И тоже будут дежурить члены общественной палаты, и сотрудники общественной палаты в течение всех этих суток. Но, если говорить о каких-то нарушениях, которые можно отнести к нарушениям, были такие несколько... Мы сразу информацию переправляли в избирательную комиссию Кировской области, я знаю, что там этим занимались. Я сейчас плохо помню, там эпизод, помните, был в бюллетенях номер, или что-то было не тот на каком-то участке. Возможно, но уже да. Такие вот процедуры. Я сейчас на сайте общественной палаты Кировской области, там сразу ярко выложено несколько баннеров. Первый баннер, стать наблюдателем на выборах президента РФ, наверное, уже поздно туда заявляться. Ну все уже, да. Второй баннер, защити избирательные права граждан, сообщи о нарушении онлайн. То есть есть форма, которую можно написать, или позвонить по телефону 8 800 737 7766. Это федеральная общественная палата. Это федеральная, да. А есть рабочая группа общественной палаты Кировской области по соблюдению избирательных прав граждан Кировской области, сообщите о нарушении избирательных прав 45 0105, 45 0105, или опять же онлайн. Но на этот номер как раз и звонили и спрашивали, куда идти голосовать, а не только жаловались. У меня вот такой вопрос. А те нарушения, о которых будут сообщать наблюдатели, они каким-то образом, понятно, что они будут фиксироваться, но каким-то образом в открытый доступ, в день голосования они будут выкладываться? Может быть, чат какой-то будет на таком-то участке зафиксирован, на такое-то нарушение и прочее, прочее, прочее. Или некогда просто этим заниматься? Обратите внимание на аббревиатуру, которую я сейчас назову. НОМ. Национальный общественный мониторинг. Вот этим не мы занимаемся, не общественная палата, но я знаю, что это сейчас разрабатывается, и, скорее всего, это будет интерактивная карта нарушений по всей России сразу. Уже на этих выборах, в это воскресенье. Да, да, да. Смотрите, будет еще у нас Ночь выборов. Она не первый раз проходит. 17 марта Ассоциация наблюдателей Национальный общественный мониторинг запустит работу ситуационного центра Ночь выборов и в режиме раз в два часа будет собирать информацию по всей стране и выдавать ее на федеральных каналах. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил федеральный координатор Национального общественного мониторинга Роман Коломойцев. По моим сведениям, Кировская область даже войдет в число тех регионов, которые в прямой эфир будут выходить, если все состоится, Ночи выборов. Это он говорит или ты? Это я говорю по моим сведениям. Но я не знаю, всякое может произойти. Мы тоже с Александром Александровичем делились опытом каким-то, потому что очень часто, во-первых, наблюдение всегда ведется. И то, что в Кирове это будет организовано, безусловно, тоже. И то, что федерация будет запрашивать информацию и опубличивать ее в режиме онлайн на центральных каналах и на канале общественного телевидения Российской Федерации, это точно. Но а как в правительстве, как у нас избирательная комиссия будет работать, да, облазберком, будет работать, это мы надеемся спросить завтра, может быть, тоже в дневном развороте, сделаем какую-нибудь такую вставочку, не успеем, да, ты качаешь голову. Не сможем, не сможем. Насколько я знаю, у нас вот с этим ресурсом национальный общественный мониторинг взаимодействует корпус за чистый выбор есть такой. В Кировской области. Еще у меня вопрос, смотрите, какой. Мы в начале программы, Светлана говорила о том, что и граждане могут проявить активность общественную, подойти к общественным наблюдателям, либо сообщить, опять же, на горячую линию о нарушениях. Вот ваших наблюдателей каким-то образом можно узнать, может быть, у них какие-то опознавательные знаки, будут значок, ленточка какая-то, что вот это именно общественные наблюдатели. Как они вообще выделяются-то из общей массы наблюдателей? Вот он, может, человек не хочет партийство жаловать. А их задача не выделяться из общей массы. Тайные покупатели. Нет, это они приходят, когда они предъявляют направление представителя участковой избирательной комиссии. Все, он смотрит, подпись, печать есть, так сказать, все, ты наблюдатель. Никаких ни бейджев, ничего не будет. То есть он просто так же будет вот где-то там на стульчике сидеть? Да, да. Тихонечко и смотреть, что происходит. Да. Вот возвращаясь еще раз, я просто возвращаюсь и говорю, что вот если сейчас уже закрыт пул общественных наблюдателей от Палаты Кировской области, Общественной Палаты Кировской области, то голос все еще принимает, но мы не знаем как. На сайте, кстати, голоса все есть. Там есть ссылочки, там тоже есть обучающие семинары. Но мы, Саня, сейчас не можем отвечать там за голос, потому что нет подключения специалиста. Но мы видим, что много разных таких систем мониторинга. Мы, так сказать, прикрыли сейчас прием уже этих заявок от общественных людей, потому что, во-первых, семинары уже идут обучающие. Ну, конечно. Мы не успеем за это время не только обучить, но куда-нибудь в район области доставить его направление, так сказать, это тоже проблематично. А вот, кстати, в районах-то области, это ведь все-таки местные жители. Я правильно понимаю, работают? Конечно. То есть это не из Кирова, когда командируют людей? Только местные. Ну, вот, кстати говоря, снова обращаясь к сайту нашей общественной палаты Кировской, вот я вижу, что Ассамблея народов России тоже участвует здесь. Вот здесь Леонор Гусейнов как раз. Благотворительный фонд сохранения памятников воинам погибших в годы Великой Отечественной войны Александр Владимирович Булдаков руководитель. Участвует просто, чтобы показать разнообразие в этих организациях, которые принимают участие. Ну, вот все говорит о том, что это прям напрашивается на большой эфир после выборной, куда мы пригласим общественных наблюдателей и, конечно, отмониторим эту ситуацию тоже. Так, у нас остается три минуты до завершения нашего эфира. Я могу сказать, я хотела просто об этом сказать, что и подтверждая то, что это дело не подневольное, я как член общественной палаты Кировской области могу сказать, что меня никто не заставил становиться общественным наблюдателем. Так, ты пойдешь? Нет. А уже все. Да-да, ты же не на семинарах. Я не на семинарах, я в эфире эти два дня. Но я, честно говоря, не собиралась становиться общественным наблюдателем. Но я вот в той форме, о которой мы сейчас рассказываем, там непосредственно работать на участках. Но я буду все равно так или иначе вовлечена в этот процесс. Там подробности уже, наверное, завтра только смогу рассказать. Но, естественно, конечно же, и наш сайт, и наша радиостанция будет отслеживать процесс, как он происходит. Я знаю, что кировские СМИ очень пристально всегда за этим следят и в полной мере освещают все, что происходит на избирательных участках. Напоминаю только, что кроме того, что общественные наблюдатели от разных организаций, от разных общественных организаций и движений будут работать на этих участках, каждый из вас, кто пойдет голосовать, граждане Российской Федерации, Кировской области, жители, может сообщить по телефону 45 0105 в день выборов, 45 0105, о нарушении своих избирательных прав. Это чьих-нибудь избирательных прав. Кировский телефон. Это рабочая группа Общественной палаты Кировской области по соблюдению избирательных прав граждан Кировской области. Есть еще федеральный телефон 8 800 737 77 66. Но, мне кажется, что свои ближе, 45 0105. Хотя, да, у вас есть выбор. Как сказала моя дочь, которую вчера в пятом классе обсуждали, после того, как они обсудили выборы, и даже они такое провели голосование, выборную кампанию даже провели. Там было два кандидата, среди которых Софья, кстати, была. Они учились, да? Они там сами такую историю придумали. Но Софья победила? Да, между прочим. Поздравляю. Да, она победила. И в ее программе было сказано следующее, если мне память не изменяет, что свободное волеизъявление приветствуется. Я вас не агитирую за себя. Свобода выбора должна быть. Приходите и голосуйте, сказала она. Так что вот, приходите и голосуйте. Мы присоединяемся. Спасибо нашему гостю Александру Галецкой. И спасибо за такое внимание к теме общественного наблюдения, потому что это на самом деле важно, это впервые. И я рад, что у радиослушателей есть возможность из первых уст, так сказать, услышать о тех проблемах и достижениях на сегодняшний день, которые есть в этом общественном наблюдении. И, конечно, еще раз тоже хочу подчеркнуть, что мы за свободное волеизъявление граждан, и вы правы, сказал, надеявление, мы за членов общественной палаты. Я не агитировал становиться общественными наблюдателями. Понимая, что, в общем-то, люди с гражданской активной позицией на выборы придут, волю свою, так сказать, выразят во время этих выборов. Как я многие годы говорю, общение с избирательной урной – это очень интимный процесс, и никто тут мешать не должен со стороны. Спасибо всем. Александр Галецкий, секретарь общественной палаты Кировской области.